Красивые оперные голоса ценились во всей эпохе. Но в 16 веке католическая церковь запретила женщинам выступать в Ватикане. Их заменили певцами-мальчиками. В конце концов, юные таланты становились мужчинами, их голоса ломались и грубели. Тогда, для сохранения красоты звучания высоких голосов, мальчиков стали кастрировать. Прихоти католической церкви на гравюре Папа Римский Сикс V. Католическая церковь всегда придерживалась патриархальных устоев. В 1588 году Папа Римский Сикс V издал указ о запрете певческих выступлений женщин на любой сцене. Это создало серьезные проблемы для оперного искусства, так как женские дисканты были очень важны. Поначалу в оперу для исполнения женских партий стали брать мальчиков, но в силу физиологических изменений долго выступать они на сцене не могли. Голоса попросту ломались и уже не годились для пения. Для того, чтобы мальчики как можно дольше оставались на сцене, их попросту кастрировали. Голоса оставались высокими навсегда. Процедура изменения мальчиков. В понимании постановщиков оперных выступлений того времени перевращение мальчиков в евнухов было лучшим выходом для искусства. Одаренных молодых итальянцев помещали в горячую ванну, опаивали успокоительным и выполняли соответствующую процедуру. По единственному документу, дошедшему до наших дней, можно понять, что в одном случае яички удалялись полностью, а в другом передавливался кровоток, снабжающий их ткани кислородом. К началу XVIII века работу в итальянских театрах получало до 4000 мальчиков в год. 20% после подобной проведенной кастрации не выживали. Внешний вид певцов-кастратов. На гравюре гипертрофированы фигуры певцов-кастратов. По мере того, как кастрированные певцы вырослели, недостаток тестостерона сказывался на их росте. Уменьшалась сила мышц и масса костной ткани. Мальчики, кастрированные до 10 лет, взрослели без лишней растительности на теле. Современники говорили, что такие певцы напоминали нежных ангелов-серафимов. Однако они также имели непропорционально длинные руки и рост выше среднего. Половое влечение кастрированных оперных певцов. Те мальчики, которые подвергались процедуре кастрации, незадолго до полового созревания продолжали развиваться физически. У некоторых даже возникало половое влечение и эрекция. Поскольку эти певцы не имели способности к деторождению, многие дамы высшего света часто делали их своими любовниками. Итальянские певцы-кастраты воспринимались обществом как особый пол, поэтому они представляли сексуальный интерес как для женщин, так и для мужчин. Нарциссизм. Кастраты часто вели себя как истинные оперные дивы. Были излишне эмоциональными, устраивали истерики и вставляли палки в колеса другим исполнителям. Кроме того, они тщательно следили за своим внешним видом не только на сцене, но и в обычной жизни. Популярности добивались лишь единицы. Несмотря на то, что тысячи талантливых мальчиков подвергались процедуре кастрации, по-настоящему популярным, богатым и любимым публикой становились лишь единицы. Запрет на кастрацию во имя искусства. На фотографии Александро Морески, последний певец кастрата, выступавший до 1922 года. Кастрация во имя искусства была официально запрещена в начале 19 века, но итальянские врачи продолжали прибегать к этой процедуре вплоть до 1870 года. Уж очень любили в Сикстинской капелле наслаждаться пением юноши и мужчин с кристально чистыми голосами. Александро Морески стал последним певцом-кастратом, выступавшим до своей смерти в 1922 году. Его голос удалось записать на фонограф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова